Сейчас на кадрах камеры видеонаблюдения вы видите, как в одном из саратовских магазинов женщина расплачивается за продукты пятитысячной купюрой. Кассир берет банкноту и даже не проверив ее на подлинность, дает покупательнице сдачу. Позже выяснится, что купюра фальшивая. Подозреваемых 27-летнего жителя Северокавказского региона и его 31-летнюю знакомую задержали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка. Где купюра у тебя лежала? Ты помнишь? Подлокотники? Вот это? По версии следствия, мужчина и женщина трижды расплатились поддельными денежными купюрами номиналом 5000 рублей в различных магазинах Саратова. Задержанные признали, что купили несколько подделок в интернете. При этом с продавцом фальшивок они не встречались, а товар забрали из тайника. В настоящее время собрано доказательство по трем эпизодам противоправной деятельности. Уголовные дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных в части 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Оперативники располагают информацией, что в общей сложности подозреваемые сбыли порядка 10 купюр указанного номинала. Задержанным может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы до срок до 8 лет. Мужчине избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Его подруге подписка о невыезде и надлежащем поведении. Ну а мы в свою очередь хотим напомнить жителям Саратовой области о простых отличительных признаках поддельных купюр. Первое, на что следует обратить внимание, это так называемая микроперфорация. Она находится под гербом, расположена. И в случае поддельного денежного билета на оборотной стороне вот здесь вот наблюдается и ощущается, осязается взъерошенной, скажем так, бумаги, поскольку при изготовлении подделки, как правило, преступники прокалывают иголочками эти места. Далее, на что следует обратить внимание, это защитная лента. В случае поддельного денежного билета ее очень легко, скажем так, поддев иголочкой вынуть. Она совершенно спокойно отходит. Следующее, на что следует обратить внимание, это защитные волокна, так называемые. Они расположены по всей купюре, как с лицевой, так и оборотной стороны. В случае поддельного денежного билета они представляют из себя изображение. То есть это не волокно, которое находится в толще билета, а изображение этого волокна. То есть можно просто присмотревшись увидеть, что это изображение, волокно не настоящее. Андрей Багаев, Анастасия Потапова, дежурная часть, Саратов.